В рамках поручения главы государства руководителем Карачаева-Черкесии Роженом Темрезовым ранее было принято решение о реализации на территории республики региональной программы модернизации системы школьного образования. Так, в прошлом году капитально отремонтированы 18 школ. До конца текущего года планируют создать 24 учреждения, в следующем еще 14. В начале 2024 года начнется капитальный ремонт двух гимназий Черкеска, пятой и семнадцатой. Учащиеся и родители одного из образовательных учреждений региональной столицы сегодня побывали в новом здании, где на время ремонта будет проходить образовательный процесс. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мкце. Не так много времени осталось до того момента, когда в здании пятой гимназии Черкеска педагогов и учащихся сменят строители. Уже в начале следующего года в этом образовательном учреждении стартует капитальный ремонт. Будет полностью обновлен фасад здания, затем будут полностью обновлены дверные блоки и оконные блоки здания. После этого будет произведена замена всех внутренних инженерных систем. Это водоснабжение, водоотведение, отопление, электрическая проводка, системы связи, системы видеонаблюдения. То есть все это будет заменено на новое и более качественное. Разумеется, также будет проведена отделка помещений и закуплено новое оборудование. Сделать предстоит многое, поэтому сдача планируется на 2025 год. Всего же в рамках региональной программы модернизации системы школьного образования в 2022 обновлены 18 объектов. Еще 24 должны быть отремонтированы до конца текущего года. И работа по преображению учреждений образования в республике будет продолжена. Что касается педагогического коллектива 5-й гимназии и учеников, уже в январе они должны переехать в новое здание в северной части Черкеска, в центр образования номер 20. А пока для них по территории учебного заведения была проведена экскурсия. Уже около забора, понимая, что здесь постарались предусмотреть все. При проектировании большое внимание уделено как комфорту, так и безопасности. По словам руководителя городского управления образования Сусанны Калмыковой, в 5-й гимназии обучаются более 1 800 человек. Новый центр образования суммарно рассчитан на одновременное пребывание более чем 1 000. То есть при двухсменном обучении никаких проблем после переезда возникнуть не должно. По новым требованиям санитарным у нас на один квадратный метр расчет идет аудиторного фонда. Поэтому даже при большом количестве обучающихся, особенно в начальной школе, мы все помещаемся. Мы продумали транспортную логистику. Сюда будет подъезжать автобус номер 16. Маршрут разработан специально для детей, чтобы они приезжали. Остановка находится возле входа в образовательную организацию. Система безопасности полностью адаптирована для детей. То есть дети будут в безопасных, современных, комфортных условиях обучаться на период капитального ремонта самой образовательной организации гимназии номер 5. Разумеется, хотелось услышать и мнение тех, кому на себе придется испытывать новшества – родителей школьников и самих учащихся. Некоторые из них подолгу задерживались в тех или иных помещениях, видимо, предвкушая скорое переселение. Школа новая, красивая. Думаю, что нашим детям, конечно, здесь будет и удобно, и приятно учиться. Процесс, наверное, обучения тоже будет, конечно, и плодотворным здесь. Все радует, все нравится. Но единственное, что волнует, это как мы будем добираться. Нам обещали, что будут автобусы выделены. Мне самому очень нравится школа, особенно спортивный зал. Очень большой, очень просторный. Мне нравятся сами кабинеты. Там все очень красиво обустроено, мебель красивая. Сами цветовые гаммы этой школы мне тоже очень нравятся. В настоящее время прорабатывается график движения транспорта, как дополнительного городского общественного, так и учебного. Так планируется выделение автобусов для воспитанников начальной школы. К слову, в рамках региональной программы в Черкесске в скором времени начнется капитальный ремонт и 17-й гимназии. На это время педагоги и их воспитанники будут размещаться в 15-м и 16-м образовательных учреждениях города. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия.